здравствуйте друзья доброе утро молодой парень 20 лет его учится на ios программистом спрашивает как не перегореть изучая запоминая задавливая зазубривая всякую рутину вот как не перегореть я понимаю хочется живого дела хочется чуть такого вот ну как бы чтобы в руках горел дымилась а тут вот приешь какая-то рутина ты ее изучаешь он пишет прямо что вот этот вопрос у него возникает по мере того как он при обучении в университете должен массу всякой ерунды изучать тут конечно конечно есть такой момент что если ты точно знаешь что то что ты изучаешь это ерунда как бы просто выброшенное время какой-то расход не производить на и так далее это конечно тяжелая штука с этим сложными делом другое дело что когда тебе 20 лет и ты что-то изучаешь в университете то может оказаться что просто фундаментальные вещи которые нужны всегда и везде кажутся тебе не нужными потому что ты не видишь как это вот прямо сейчас выливается в какую-то работу еще этом программку который чем там клацает и так далее то есть фундаментальные вещи не обязательно имеют вот такой прямолинейный выход прям бах вот и вот и есть но что вам сказать давайте мы вот с какой стороны посмотрим есть люди которые в разной степени академические когда приходит к обучению вот есть достаточно немного людей которые сидят в классе вот такие яйцеголовые и вот они значит читают там что-нибудь изучают там на семинары какие-нибудь ходят имеют дело с какими-то абстракциями с чем-то безумно занудным там непонятно в этот и у них все равно получается вот они как-то учат 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 никакого практического выхода из этого нету ну то есть понятно что нету они вот учат и все у них так вроде бы получается я даже не говорю о том что зазубривают что-нибудь типа там скажем таблицы умножения вот можно сказать что таблицы умножения учит имеет какую-то фундаментальную фундаментальное значение имеет не потому что там какое-то знание глубокое а потому что если допустим не зазубрить в какой-то момент то дальше уже сложно делать вычисления прикидки там и так далее в уме вы можете сказать а в уме то зачем калькулятор же есть вообще ум не нужен есть же google там и так далее пойти конечно можно иметь ум как у макаки это же его и считать себя нормальным человеком так не получается значит если у тебя есть ум ты можешь его чем-то другим занимать да но не не на уровне макаки а все-таки на уровне человек и тут дальше мы возвращаемся к идее о том что в академическом смысле люди разные есть люди более академические или скажем совсем академические которые шарахаются от практического всего вот я таким был когда в школе учился я шарахался я я не не умел не любил паять строгать чё там еще чертить и так далее вот как ты я очень всегда далек от этого был хотя задатки вроде вот у нас я потомственный ремесленник там во многих поколениях что по материнской линии что по отцовской не знаю даже как это все ну не суть то есть такие академические дети я поскольку физмат школе учился то могу вам сказать что вот там их много было таких вот с абстракциями дело и мере но в основном конечно люди они так больше вот на ремесленной стороне да там он руками поделал подумал и пришел к какому-то его заключению я работал системе профтех образования и ну методистом там урок что особо не вел но тем не менее вот есть практические занятия в пту да профтех училища там практические занятия они собираются допустим 4 часа 4 часа или там даже больше они что-то такое делают вот скажем токари у них зал такой цех там стоят токарные станки доска большая мастер производственного обучения он там на доске чего-нибудь нарисовал или повесил картинку заготовленную и вот ребята чё-то вытачиваются там а он между ними ходит и там есть моменты когда они что-то обсуждают вот эти обсуждения у них называется инструктаж вот они собрались и два часа что-то делают первые 15 минут у них инструктаж поговорили там обсудили чё дел дальше каждый делает а он между ними прохаживается тут подскажет там подскажет там еще чуть перерыв собрались после перерыва 15 минут инструктаж и опять они делают а мастер производственного обучения между ними ходит и мастер производственного обучения между нами это даже не человек с высшим образованием это просто рабочий достаточно квалифицированные рабочие которые вот данном случае на педагогической ниве искать обтачивает материал они допустим тому токарного станка вот собственно и все это работающая система она абсолютно идеально для людей которые академически в отрыве от болванки они не понимают вообще о чем речь не потому что они какие-то плохие там или что-то но они как-то ну вот мы большинство из нас мы такие поэтому вы должны себя спросить кто вы и что вы и и зачем вы и как далеко вы собираетесь прыгнуть в этой жизни потому что есть масса ситуаций когда если ты вовремя там когда-то чем не зазубрил просто не зазубрил тут и дальше не прыгнешь есть профессии где без этого ну никак вот допустим меня может быть поправит там люди этой профессии ну скажем врач да у него много зубрежки он должен латынь эту несчастную зубрить он должен зубрить с этого сколько там всей этой физиологии каждый орган каждая вот пипочка пупочка там и так далее он должен всю эту фигню на латыни и там я не знаю там по-русски не по-русски чего они 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 зазубривают чудовищное количество материала но если они этого не сделают они не смогут быть врачами они не смогут понимать какие-то более сложные вещи когда придет к пониманию они просто встанут вот там где они есть и все и и не смогут поэтому когда мы что-то такое но изучаем тяжело но ну просто бывает что некуда деться вот у нас в институте связи был такой предмет назывался линии связи так между нами ерунда ерундой ну там ну какие-то линии связь ну там кабель тогда понимать вот в нем там где-то жилки там и вот оно пошло витая пара коаксиальные там и вот там масса всяких нормативов есть на вот не превышение чего-нибудь там ну так скажем неких взаимных влияний которые между этими там физическими парами лежащими в одну в одном кабеле вот там какие-то взаимные влияния на ближнем конце на дальнем конце там еще что-то не хочу вам голову порочить и там какие то есть вот вещи которые нельзя и я никак не мог запомнить вы знаете замучили и я просто взял бугу лист бумаги мелким шрифтом выписал это все и заучил как стихотворение потому что понять это было невозможно во всяком случае на том уровне на котором вот нам это преподавалось понять это было нельзя я просто вы изубри и я уже не помню ничего но сэмпать там 40 лет прошло но я понимаю почему они хотели чтобы мы это помнили потому что значительная часть выпускников работала на строительстве там линии связи они там прокладывали чем там монтировали и так далее ходили все время измеряли приборами и вот они вот вот хотели чтобы мы бы знали хотя я хочу сказать ничего бы страшного не произошло если бы тот кто реально строит вот эти линии до чтобы он там на месте там по табличке какой-нибудь там посмотрел в конце концов если бы он 50 раз посмотрел табличку он бы запомнил то что нужно ну в общем так а такая история способность человека запоминать зазубривать исключительно важная способность если вы должны по роду деятельности своей оперировать каким-то значительным объемом информации вот когда я я помню там выражал недоумение по поводу того что вот люди не не знают куда волга впадает и мне говорят чувак не прицепились там с этой волга несчастной какая разница куда она впадает в конце концов всегда можно посмотреть там на google и тогда конечно же можно ну конечно можно ужать мозг до мартышки можно но эти можно стихи не заучивать вот мы не то что стихи мы в советской школе заучивали прозу из ленина помню памяти герцена называлась вещь статья ленинская и мы ее зазубривали ну-ка фрагмент не всю конечно она большая чествую герцена мы ясно видим три класса три поколения действовавшие в русской революции давайте не вот мы фигачили этого я тогда себя спрашиваю какого хрена мы учим куски прозы на их суд а даже и а даже и не прозы чего вдруг но понимаете память надо развивать если вы не будете ее развивать соответственно она останется неразвитой и вопрос стоял до задавался молодым человеком как не сгореть не сгореть вот занимаясь вот этой рутиной как бы так далее это часть жизни но как не сгореть как не сгореть заучивая таблицу умножения как медику не сгореть заучивание заучивая я там все эти косточки мышцы там и так далее ну как ему не сгореть блин ему же людей лечить что значит не сгореть людей лечить значит другие люди которые многими поколениями готовят врачей к этой профессии пришли к выводу что надо вот так давай вперед но профессия такая работа такая умственная деятельность она вообще такая против не должно быть мысли о том что ничего в жизни зазубрить нельзя и не нужно и неправильно и плохо и тогда при том что безусловно очень многие вещи надо не зубрить а просто использовать и в процессе использования ты по неволе как бы начнешь ну запоминать она она запоминается у меня был знакомый один он год работал программистом сша и пошел на интервью куда-то а в резюме у него было там не знаю три или пять там трудно сказать приходит куда-то на интервью ему там задают вопросы в частности от были вопросы там он был возмущен этими вопросами ему говорят вот какой командой там будешь там чего-то делать там си плац-плац и он возмущался за бред такой там не всегда есть help и в этом халки смотришь если не помнишь какую-то команду ну так пошел посмотрел там языка программирует и я я так думаю я не знаю точно почему так произошло у них на этом интервью но я думаю что если ты в течение года работаешь то есть некоторый объем вещей которые ты помнишь на память уже так получается а если ты три года работает то еще какие-то вещи ты помнишь на память а если 5 то еще какие то то есть чем дольше ты работаешь тем чем с большим количеством вещей ты сталкиваешься тем больше ты помнишь может быть из-за этого то есть они вы не взяли туда вот он все возмущался что мы задали дурацкие вопросы можно же в хелп и посмотреть можно можно но просто люди с одним годом экспириенсом и люди с тремя и люди с 5 годами experience и разные вещи смотрят хелпи вот собственно и все соответственно производительность да как часто он туда смотрит в этот хелп и так далее так вот возвращаясь к вопросу как не перегореть это часть жизни вот я не знаю вот я женат там 43 года и вы мне можете точно так же сказать миша а как не перегореть вот так 43 года жить с одним человеком а многие перегорели год вот и развелись так тоже бывает но рутина эта часть жизни и совершенно не обязательно что это плохая часть и совершенно не обязательно что эта часть от которой нельзя получать удовольствие вот особенно если знаешь что это важно нужно и для чего это для чего это все потом пригодится это здорово хотя безусловно безусловно включение рутины в какую-то активную деятельность безусловно помогает запоминанию например вот если вы посмотрите как детишек учит читать вот вас же учили читать там знают три буквы но не то что вы подумали там вот скажем слово мама до всего две буквы всего две буквы мама мыла раму сколько надо букв знать а уже целая фраза получилось и для того чтобы по слогам читать научиться да вот соединять гласные с согласными совершенно не обязательно знать весь алфавит то есть можно на на каком-то подмножестве алфавита уже какие-то осмысленные фразы сочинять если против прочитывать поэтому конечно чем зазубривать алфавит например гораздо проще его потихонечку осваивать через допустим вот чтение что собственно и происходит да так также ведь так же ведь и учат поэтому зазубривание вместо того чтобы включать в деятельность это нехорошая вещь то есть лучше через деятельность но бывает бывает что надо просто запомнить что-то прежде чем тебе позволит руки свои на что-то положить чтобы эта деятельность как-то начала происходить так тоже бывает это тоже нормально так что вот вот я бы так сказал счастливы ребята пойду вот к нашим студентам которые представляют собой две школы так сказать в этом плане вот есть наши соотечественники которые больше считают что нужно запоминать нужно понимать и их очень трудно побудить к запоминанию чего-то и вот у нас есть из индии студенты которые у них обратная проблема они привыкли запоминать то есть вот их муштруют в школе и особенно в университетах они зазубривают 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 но понимать не обязательно то есть они когда вот приходят и там знаешь вопрос анти отвечают а вот чуть сюда чуть сюда они не понимать ага что ты не понимаешь агентуешь тебе ответил они даже не понимают что скажем зазубрить это еще не все так тоже бывает но они исключительно хороши в зазубривание вы вы себе представить не можете как они здорово все зазубривают и не жалуются никогда вот я ни разу не слышал чтобы кто-нибудь там из индии до жаловался что там ему сложно было зазубрить зазубривают такие дела счастливо